Большая Балашиха Лайф. Новости. Мы уже порядка 10 круглых столов провели не только здесь в Балашихе, это и в Щелково, и в Реутово, и здесь по разным темам, которые являются самыми актуальными на территории Московской области здесь в городе. Это прежде всего вопросы железнокоммунального хозяйства, образования, социальной защиты, поддержки малого-среднего бизнеса. Основной доклад этого круглого стола представила начальник Железнодорожненского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Лидия Зацепина. Одна из тем, которую не только поднимали практически все выступающие, но и вносили конкретные предложения в резолюцию, затрагивала реализацию программы «Доступная среда». Мы тесно работаем и с Центром занятости, мы тесно работаем и с нашей социальной защитой, но хотела бы, чтобы первое, то, что вынесли, значит, в соответствии с организацией участия ребят, с этими возможностями ограничены движения молодые профессионалы, второе – квалифирование рабочих мест, очень важно. Руководители Центров занятости населения поддержали эти предложения. В работе круглого стола принимали участие не только представители органов региональной и муниципальной власти, учреждения социальной сферы, но и эксперты, люди, для которых и работает «Доступная среда». Они рассказали, насколько успешно мероприятие программы реализуется в городском округе Балашиха, несли свои предложения и замечания. Например, перед тем, как принимать в эксплуатацию панвус, пригласить людей с ограниченными возможностями здоровья для проверки качества выполненных работ, как это было сделано здесь, в Балашихинском индустриально-технологическом техникуме. По итогам работы круглого стола в резолюцию были внесены несколько предложений, в том числе содействовать в реализации мероприятий по разработке мер, стимулирующих трудоустройство молодежи, способствовать созданию условий доступности объектов и услуг для граждан старшего поколения, людей с инвалидностью, а также развитию социальной сферы. «Социальная политика, она нуждается в постоянном, планомерном и всестороннем развитии, потому что здесь останавливаться нельзя, здесь надо двигаться вперед, потому что это благо людей, и это действительно, начиная от того, что и доступная среда, это и улучшение условий жизни, это и обеспечение занятостью людей, то есть это большая, многосторонняя и многогранная программа, которая должна двигаться». Проведение круглых столов на актуальные для жизни города темы продолжится. Вера Безгина, Алексей Суров, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.